и вот таким солнечным днем солнечным гватемальским днем погрузив мой велосипед так это осторожнее мы отправляемся через озеро прямо туда навстречу приключениям в общем потому что объезжать все вот эти горы очень сложно и долго здесь всего лишь 25 кицель из человека ну и 15 велосипед мы договорились торговались и отправляемся в путь через 10 минут но вы только посмотрите на этот цвет невероятно и вот лодка набрала обороты и мы движемся на противоположную сторону озера я вам скажу что это озеро лучшее озеро которое я видел во первых кристально чистая голубая вода вид гор вокруг озера и облака которые кучами сбиваются в этих горах трелицы конечно невероятные а для местных это просто транспорт не такой экстрим даже не экстрим а наслаждение от видов просто кто-то с работы ездит а кто-то идеи с садика забирать вот такие вот здесь транспортные условия в центре Гватемалы он 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 Продолжение следует... 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 Так, и скоро солнце уже зайдет за горы, а потом и за горизонт, и, значит, мне нужно искать место, где поспать. Надеюсь, там будут какие-нибудь деревушки, и я смогу заночевать без проблем где-то в цивилизации. А еще я сегодня не обедал, поэтому очень голодно и тяжело что-то идти. Но это не особо большая беда. Я же уже профессионал в голодании, в горах. А вот и озеро, и закат. Это вот вулкан, а не облако. Такое огромное. Я на него хотел забраться, да, но не в этот раз. Красиво, правда? И опять залазил на всякие приспособления, чтобы вам поснимать. Уже становится, блин, холодно. От солнца только зашло за тучи. Представьте, что будет ночью. Поэтому сейчас оденемся, чуть-чуть остынем. Ой, потому что я чуть-чуть вспотел, пока толкал, а на холоде пот нам быть нельзя. Поэтому чуть-чуть перекурим и поедем дальше. Мы тут выпиваем национальное гуатемальское пиво с омега. И сегодня я буду спать, наверное, у него. Сервиса национальная. Очень хорошо. Луна, луна, луна. Луна, луна, луна. Луна, луна, луна-медя. Луна-медия 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 Тому на фото, мэй? Да А, но... Я хочу, чтобы он там, и он там А, да, ты! А, почему? Да, да, да И Pe parts Йо-сы-идры Э�, ээээ, ээээ Эээ Ах ! Он! Ээээ, эээ! Эээээ! Здравствуйте, вот я и сижу в гараже, собственно говоря, даже на какой-то кухне, ем макароны свои. Я пришел батя этого чувака, начал меня спрашивать, а не бежен ли я с Гутемала? Может быть я уже так давно путешествую, что похож на беженца с Гутемала? Мне кажется, не очень. Но для нашей с ними безопасности, как они говорят, лучше показать свои документы и сказать, что я не беженец с Гутемала. А я купил себе пасту арахисовую, сейчас так то есть с хлебом съем, но пока нужно доесть эти макароны, которые вообще не лезут в рот. Ну, лезть-то они лезут, потому что я их туда запихивал. Извините, пушка, макароны вообще суперские. Я еще на улице не буду спать, потому что на улице в натуре очень холодно. Нет, тут еще три одеяла дарю. И спальник мой, так что думаю, точно не замерзнет. Все, спокойная ночь. Арахисовое масло не буду показывать. Ну, я и так чуть-чуть покажу. Я уже собрался. Что-то никто не пришел меня провожать, встречать, как вчера было обусловлено. Время, наверное, на 7.30. Что ж, уходим по-английски. Завтракать я не завтракал. Сейчас позавтракаю куда-нибудь. Отъеду. Спать было прохладно. Если бы не это место, я бы, наверное, замерз насмерть. Потому что и так уже что-то... Какой-то... Сопли, короче. Даже под двумя этими одеялами и в моем спальнике с утра было прохладно. Не, никого. Ну, сейчас чуть-чуть распогодится. И будем греться. Об солнце и об педали. Так получше прям, когда покушал. Чуть-чуть на солнышке посидел. Купил себе масло арахисовое. Ммм, оно такое вкусное. Каждый прием пищи... Я сначала что-то такое не очень вкусное ем. Сейчас были сардины с халапенью. Вкусные. Не то чтобы... По вкусу вкусные. По сути вкусные. А вот когда думаешь, что у меня там арахисовое масло есть. Или как оно правильно? Да. Прям так и прием пищи хочется начинать. Хорошо, что у меня нету аллергии на эту фигню. Вау. Какие тут вулканы красивые. Все, сейчас еще 300 метров вверх. А потом будет дорога поровнее. Но сейчас должно быть тяжело. Вот такой вот подъемчик. И вот так вот пердят эти маршрутки. Которые тоже никак не могут заехать. И я по чуть-чуть небольшими отрезками двигаюсь. А вот так это выглядит сбоку. Короче, наклон около 12%. Здорово, здорово. Заглох скатился называется. Увидите, ну просто сумасшедший бы он подъем. А по высоте он мне показывает 216 метров над уровнем моря. А я как раз начал замечать, что тут тяжеловато двигаться. Как на Истасихуатле. Прошел там 50 метров и отдыхаешь. И так же тут. Только на Истасихуатле было на 3000 выше. Но там не было велосипеда 50-килограммового. Который нужно толкать. Ничего, я был настроен к этому. На это. В это. Так, я забрался. На вершину этой, блин, горы. Посмотрите, как она выглядела с озера. И здесь такой небольшой город на плоскости. И подъем уже более-менее нетерпим. Ну, можно хотя бы в седле ехать, а не толкать. Вот я еду, и чем-то мне это место напомнило Мексику в горах. Когда я из Мехико выезжал. Только тут лежачих полицейских нет. И можно с горки вот так быстро ехать. Только ветер очень холодный. И моя ветровочка меня немножко спасает. Но все равно пробивает. Отчасти еще из-за того, что я немного макроват. Когда толкал, еще не просов. А вот здесь можно увидеть в горах, как растет авокадо. Вот такие вот шарики. Их тут много деревьев. От самого низа вон оттуда идут. И вот такая вот горная погода, блин. Начинается дождь. Сначала был солнечный, потом чуть-чуть ветерок усилился. А сейчас уже... Льет. Ну, начинается. И если по прогрессии смотреть, то скоро будет сильный дождь. Поэтому нужно выезжать. Отсюда поскорее, пока чуть-чуть ветерок в спину подталкивает. Я здесь еще немножко перекусил арахисовым маслом. Не могу наесть. Такое оно вкусно. Особенно с печенниками. С этими галетами. Очень дешевыми. И очень подходящими под арахисовое масло. А здесь прям ноябрь настоящий. Ветер. Тучи. И все такое. А я выехал на такое плато. И дорога здесь более-менее ровная. Небольшие подъемы и спуски. И выглядят все вот так. По-горному. Хвойные деревья. Перемешку, конечно, с какими-то маленькими вот такими пальмами. Но все равно уже заметно, что я поднялся. Я еще сидел и смотрел, дождь и там в горах туманится так. Оказалось, что это он и есть. Думал, может, облака все-таки на высоте 2000 метров. О, а там вон уже вулканы на горизонте. Так, а мне куда? А мне, наверное, панахачель. Нет, в панахачеле я был. Значит, мне налево. А вон вулкан. Так. Ули, були, були пестяные. То есть, когда я сидел, отдыхал, был ветер в спину, прохладненько и так далее. А как только я начинаю подниматься в горы, выглянул солнышко. Очень жарко стало сразу. Ну, вообще, это, конечно, из-за того, что на мне потрясло и одежда. Я даже кроссовки надел первый раз за долгое время во время вело путешествия. Да. Ну, ничего, ничего. Сейчас мы ее проедем. Эту горку. А дорога вот здесь есть, а вот здесь ее нету. Был такой завал и половина горы осыпалась. На дорогу. Проехать можно, но уже не с таким комфортом. А тут опять спуск. Чего поднимался. И снизу, походу, вот эта моя дорога будет. Ой. Вот. Пошла. Тут, если упасть, можно умереть. Страшный. Но красиво. Красота, страшная сила. Я отошел тут с дороги и нашел речку, которая там внизу протекает. и вот такой вот сосновый лес. Даже, наверное, не сосновый. Странновый. Хвойный, в общем. Там на горе эти деревья растут. И здесь тоже все в иголках. И запах здесь просто сумасшедший. Здесь бы, конечно, можно было бы заночевать. Был бы мне спальник посыплеть. Я бы здесь и заночевывал бы. И тут, мне кажется, популярно, потому что протоптано. Вот. Вот такая площадка. Красота, одним словом. Ля-пота. Здесь дорога кончилась. Потому что там обрыв. Дорога, вообще-то, уже давно кончилась. Я еду вон там, вон, где-то. Не знаю, был ли тут мост или его смыло. Сейчас посмотрим. Ну, вроде, вот эта вот штука проехала. Значит, может, даже разуваться не придется. Нет, ничего здесь нет. Походу, придется форсировать. Надеюсь, я не намочу кроссовки. Даже не буду снимать. Так, ну, ваши ставки. Намочусь или нет? Намочился! мальчики, полегче, полегче. Я уже не молодой, блин. Река преодолета. На! Эмоции получены. А я только чуть-чуть намочился. Это, наверное, отбрызг колеса. Ну, кто ставил, что намочусь, выиграл на... Ну, может, на 20 процентов. Прикольно. Ну, походу, вот была дорога и размыло. Там вон еще одна машина едет, поэтому я должен освободить дорогу. И, блин, как обычно, после любой реки подъем вверх. А тут еще дороги нет. Ну, там, походу, асфальт уже начинается. И опять поднялся ветер. А я пока еще никуда не поднялся. Куда-то поднимаюсь, а все так же на двухтысячах кручусь. Ну, хотя бы вот за такими кадрами охочусь. Более успешно, чем поднимаюсь. А тут уже за дорогой просто бездна, блин. Оно неверное движение. И все. лепешка. Или как здесь говорят, тако. А чуть-чуть я вон за тот гамаз подцепился. Хорошо быть, не сразу увидели, чуть-чуть протащили. А потом начали пи-и-и-и-и-и-и-и. Ой, все. Такие важные. Ну, поднял у меня так неплохо. Жаль, третий руки не, чтобы это еще снимать. Одной надо еще рулить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Короче Еду я вверх, в общем и тяжело мне Вот так Разрядился спидометр, выключился Не знаю, запишет ли он данные или все сбросится нафиг А я сижу вот на такой горной дороге Кстати, трасс стал немножко поживленнее Может быть, она более ровная Начался еще дождь Велл, я, горы и холод И уже голос скоро Че, блин, поехали, ладно Тут у них Прямо вообще, смотрите, и салат И все А вон там еще на горе какие были А перекапывают они их такими огромными тяпками Похожими на шавковые лопаты Вот И тут прям в горной местности Да А вот эти автобусы Курсируют Интересно, сколько стоил бы Мой день Вот этот Сегодня проехал бы я его на автобусе Ну, неважно Я бы сейчас Не отказался от шапки Потому что Похладненько Здесь Особенно вот эти тучи И отсутствие солнца Мне кажется, градусов 16 Мой бортовой супер-пупер-компьютер Не показывает, к сожалению Ой, морковка вот И там вон огурцы какие-то в теплице А тут и фасоль Вау Молодцы, что Конечно Теплица этой так себе Но зато видок здесь Вгляд в какой-нибудь курточке Я бы не отказался Я поднялся На высшую точку города Вон там Весь остался И стою на повороте На разъезде к Панамерикан В общем Мелкий дождик Начинается И уже прохладно Очень становится Особенно когда здесь Весь город на подъем проехал Ну надеюсь Панамерикан Будет не такая пологая И можно будет ехать А вот это уже похоже на панамерикан Прорезали скалы Специально для меня Уууууу, па-бам На восьмерках 54 километра Это еще я не лежу, а если Лечь Давай 54 Собака не мешает 56 59 60 Переходим на вторую космическую Вау Красота какая Дядя, не мешай Убежай, дядя! Наконец-то я за этих гор спустился, блин! А то уже чуть с ума не сошел от этих подъемов! Да! 61! Так, ну-ка стоечку! 64! 64,4! 65,8! 66,8! Ёлки-мал! Только бы подшипники не растерять! У-у-у! Вот это я понимаю дорога! Это я понимаю вид! 69,5! 71,5! 73! Вот это, блин, рекорд! Давай-давай-давай! Офигеть! Хорошо, что я не умер, блин! А то тут очень опасно так ездить. И вот он официальный рекорд. 73 километра, блин. Выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить в домашних условиях. Пока!